Первое письменное упоминание о Шуи датируется 1539 годом. Тогда город сгорел во время нашествия казанских татар. Этот год считается официальным годом основания Шуи. У ивановских археологов есть предположение, что город гораздо старше. Найти подтверждение этому тезису ученые стараются на раскопе восточных крепостных валов Шуйского городища. Когда валы насыпали, землю не разравнивали. Поэтому под верхними слоями целый клад для почвоведов федерального уровня. На раскопки пригласили ведущего научного сотрудника Института географии РАН Александру Гольеву. Мне, как почвоведу, как специалисту, чрезвычайно интересна именно та история, которая сохранилась под валом. И вот все эти выводы, которые я вам сказала, что здесь пахали, возможно вносили удобрения, что здесь, возможно, была дернина, был настил, это только то, что я увидела здесь. Я уже считаю, что не зря приехала и уже есть выводы, уже есть результат. Это очень интересно и достаточно редко встречается. Вооружившись ложкой и ножом, специалист РАН берет пробы почвы. Этот черный слой наиболее ценный. Расфасованная по пакетам земля отправляется в Москву на исследование. Будет проведено радиоглеродное датирование почвы, чтобы определить возраст, на который лег вал. Второе. В этом слое очень много древесных углей. Будет проведено радиоглеродное датирование определения возраста дерева, который тут сжигался. И плюс к этому будет определена порода деревьев, которые тут сжигались. Третье. В этих же образцах будут сделаны основные почвенные анализы. Снимая слои земли в роскопе, ученые находили артефакты разных веков. Некоторые совсем свежие. Снаряды, ядра, картечь. Свидетельство военной истории нашей страны. Некоторые 15-16 веков. Это проволочная монета периода централизации русского государства. Если присмотреться, на одной стороне отчетливо видна характерная для того периода птица с головой, повернутой влево. Первый слой или первое такое вот жилище, самое верхнее, оно датируется 17-м, начало 18-го века. Это уже эпоха Петра I. И к этому периоду мы отнесем и в данном случае рыболовное грузило черно-волощенное, и обувные подковки, и небольшие подвесочки к женским украшениям. Ученые предполагают, что в 18 веке на этом месте был богатый дом. Здесь были найдены редкие игрушки и предметы роскоши. Главная находка ожидала ученых несколькими слоями ниже. В каждом роскопе есть своя загадка. Вот в этом году у нас оказалась под слоем погребенного почвы и слоем пашни яма, на дне которой оказался скелет коровы. То есть мы, честно говоря, не знаем, как это датировать, потому что ни фрагментов керамики, ни каких-то сопутствующих находок в данной яме не было. Поэтому вся надежда на наших специалистов. Специалисты без исследований датировать скелет не могут. Все предположения пока не научны. Первичный осмотр почвы подтверждает, что в этом месте много столетий были стоячие воды, поэтому кости прекрасно сохранились. Эта яма не вырыта людьми специально. Это было просто вот такое понижение в ландшафте, где застояла вода за счет того, что глина внизу подстилает песок. И вот это все, это та органика, которая сползала, сливалась, собиралась и гнила естественным путем. Здесь то же самое. И сюда эта корова или была выброшена, или она упала сама. Но она упала, и здесь ее, видите, сверху еще огромное количество органики, ее просто занесло Илон. Раскопки в этом районе Шуй подходят к концу. Теперь разгадывать секреты Шуйского городища будут уже специалисты в научно-исследовательских лабораториях. Александр Гольев уверен, что результаты анализов, возможно, потрясут все научное сообщество. И, наконец, догадки об истинном возрасте Шуи будут подтверждены. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.